Всем привет, с вами Фея. Сегодня мы с вами поговорим о замечательной марке V-Balm. И сегодня у нас на обзоре вот такая помада, матовая, в оттенке Sentimental. Вот как раз она у меня сейчас на губах. И сегодня я хотела бы вам рассказать свое впечатление об этой помаде, как она носится, конечно же, показать ссылочек, как же без него, и высказать свое финальное мнение об этом продукте. И, конечно же, в видео присутствует сугубо личное мнение, оно может отличаться от вашего. Поэтому мы начинаем. Хочу начать о самой фирме V-Balm. Она уже давно завоевала популярность по всему миру. Очень много я видела и слышала хвалебных отзывов, как на ютубе, так и других волок-девушек, которые уже давно полюбили эту продукцию, в том числе и вот эти помады. Я вообще-то не особый поклонник матовых помад, поэтому я достаточно была скептически настроена к этой продукции, но все же любопытство взяло верх. Эта помада предоставлена в разнообразных оттенках, начиная от более таких спокойных нюдовых и уже такими более яркими, как вот у меня. Для тех, кто не определился с оттенком подходящей помады, существуют миниатюры, которые позволяют как раз подобрать именно тот цвет, который вам нравится. А для тех, кто уже уверен в своем выборе, есть вот такие вот уже полноценные большие форматы помады. Здесь она предоставлена в объеме 7,4 мл, а миниатюры предоставлены где-то примерно 1 мл с половиной, где-то, может, и 1,2 мл. Но сегодня мы с вами поговорим именно об этой помаде, потому что я слышала, что различные оттенки отличаются по покрытию, по ощущениям. Сегодня я именно буду говорить только об оттенке Sentimental, потому что он у меня пока что только один в коллекции. Поэтому все будет посвящено только ему. Ну что ж, давайте, во-первых, посмотрим на саму коробочку. Я ее уже показывала, но мне хочется ее еще раз показать, потому что она очень такая примечательная, красивая. Здесь, вы видите, такой винтажный формат. Очень все сделано красиво. Ее хочется держать в руках. Мне лично нравится. Хотя я слышала, многие мне подходят, но меня все лично устраивает. Здесь также присутствуют английские и французские языки. Также здесь у нас, что есть интересного, здесь у нас указаны ингредиенты. Кто производитель. Также здесь можно увидеть, если воспользоваться QR-кодом, здесь можно увидеть еще тюториал. Можно посмотреть обучающее видео, как пользоваться этой помадой. Так что с внешним видом мы пока что закончили. Мы переходим к самому интересному. К самой помаде. Также она повторяет обложку. И здесь мы видим, снова же все продублировано. Также здесь написан оттенок сентиментал. Также здесь у нас присутствует бач-код. И мы с вами уже наконец-то открываем. И сразу же нас встречает такой очень приятный запах. Лично у меня ассоциация с сладкой жвачкой. Это Риглис. Она такая сладкая мята. Мне очень нравится этот запах. И еще она пахнет чем-то таким, как ванильным. В общем, запах очень приятный. Мне он пришелся как раз по душе. Вот такая вот кисточка. Она и не слишком большая, и не слишком маленькая. Уже на ней, как вы видите, есть чуть-чуть продукта. То есть, сама помада очень достаточно экономная. Буквально хватает вот одного вот этого открытия. И уже вот этой помады вам будет достаточно, ну, может быть, чуть-чуть, чтобы до конца прокрасить губы. Конечно же, давайте посмотрим свотч. И вот такой красивый оттенок. Вообще, конечно же, с этим оттенком какая-то очень интересная история получается. Почему-то на свотчах у других девушек эта помада была просто буквально неоновая. Хотя на мне она, как вы видите, смотрится очень достаточно так сдержанно. Это может быть зависеть от кожи, либо, я не знаю, искажения фотопередачи. Но почему-то на мне она смотрится достаточно так сдержанно. Вот такой у нас свотч. Хотя я видела у некоторых девушек он просто буквально как кислотный. Я не знаю, чем это связано. Но, по крайней мере, на моей коже он проявляется вот именно вот так. Цвет красивый. Я ничего не могу сказать плохого броню. Мне он нравится. Но есть некоторые особенности, которые хочется, конечно же, сказать. Вообще, эта помада, лично вот этот оттенок, он достаточно капризный. И перед тем, как снимать это видео, я нанесла эту помаду для того, чтобы снова вспомнить, как она носится. И сразу же рассказать о своих ощущениях об этой помаде. Я ее вообще покупала еще в том году по скидке. Конечно же, вы хотите знать про цену. Цена у нее достаточно такая, не маленькая. Хотя некоторые говорят, что она бюджетная. Я бы не сказала, что помада, которая стоит выше 20 долларов, она называется бюджетная. Хотя есть, конечно, скидки, акции. И как раз я купила эту помаду по очень хорошей скидке у проверенного поставщика. Но все равно, мне кажется, если бы я покупала ее за полную стоимость. По-моему, сейчас вот такая вот помада где-то стоит 450, а может даже 500 гривен. Мне кажется, за такую цену помада должна себя вести просто идеально. Так вот, что же мне не особо-то понравилось с этой помадой? Когда я ее заказала, я сразу же ее захотела потестировать. И я была разочарована, потому что она себя ведет как-то очень некрасиво. А что именно происходит? Когда прокрашиваешь губы, она засыхает. Вот, кстати, у меня уже подсох. Видите, уже нет таких глянцевых отблесков. Вот она полностью застывшая. На губах она застывает, но на слизистой. И вот еще, может быть, есть еще кое-где участки, где она еще никак не подсыхает. На губах, в принципе, не чувствуется. Это комфортная помада. Но она, видите, я сжимаю губы, и она, видите, она как слипается. Ну, как бы для дорогой достаточно помады это не очень хорошо. Вот, видите. Ну, что это такое? Ну, для такой помады и для такого бренда такое качество. Ну, что же это такое, Баум? Ну что же, давайте подведем окончательные итоги по этой помаде. Какие могут быть здесь преимущества? Красивая упаковка, приятный запах, плотное покрытие. Но из главного недостатка это, конечно же, формула, которая не до конца засыхает. И поэтому остается чувство недокрашенных губ. Я лично этот недостаток не могу простить, потому что фирма эта достаточно дорогая. Она уже давно себя зарекомендовала на рынке. Поэтому мне кажется, им нужно поработать над формулой. Возможно, это такая история только со мной. Потому что я видела и слышала, что эти помады хорошо сохнут и отлично носятся. Но почему-то у меня она до конца не засыхает. И мне кажется, что это главный ее недостаток. А что думаете по поводу этого продукта? Пользовались ли вы этими помадами? Напишите обязательно в комментариях. Расскажите о своем опыте. Потому что мне интересно услышать, как эти помады носятся у вас. Потому что мне бы хотелось бы дать еще один шанс. И попробовать еще другие оттенки из этой линейки. Поэтому обязательно жду от вас комментариев. И, конечно же, не забывайте ставить лайки. До скорой встречи. Пока!